теперь когда мы знаем законы перспективы ссылку на урок я оставлю под этим видео мы можем создать еще более интересные эффекты анимации наших персонажей когда они вроде бы как никуда не двигаются вместо них анимируется фон по законам перспективы вот посмотрите такой пример вот наш код он стоит на месте только двигает лапками но при этом то что относится к фону в данном случае это такая дорога по которой он идет и приближается к двери этот объект этот целый спрайт мы его с вами нарисуем он перемещается с учетом законов перспективы но давайте еще вот несколько раз я запущу подумайте как это все работает наш спрайт нарисован давайте я войду внутрь проекта это вот такая вот картина у нас есть некая дорога и у нас есть дверь мы это все нарисуем узнаем как это делается в скрэйч кто не знает и этот объект у нас постепенно двигается как бы приближается к нам благодаря тому что он смещается по вертикальной оси y к нам еще при этом увеличивается его размер здесь конечно не хватает стен они тоже должны двигаться вместе с этим объектом двери дорога но я думаю что вы справитесь с задачей сами и сделаете тоже еще одни спрайты либо сделаете анимацию фона уже аналогично как мы рассматривали предыдущих нескольких частях ссылки на плейлист всех уроков я тоже размещу и вы попробуйте сделать что-то более интересное чем у меня мои примеры специально сделаны такими простыми для того чтобы вы могли включить свою фантазию и чтобы вам было более понятно как делаются самые основные важные вещи вот сейчас мы реализуем этот проект с нуля и так то вместе со мной создаем новый абсолютно проект и сейчас мы все сделаем не используя ничего готового нам не нужен этот код мы его удалим нам нужен другой код давайте его найдем в разделе животные вот этот код отлично костюмов он у него на самом деле нет то есть нам придется сделать еще один костюм чтобы наш код немножко двигал лапками при движении давайте сразу сделаем продублируем костюм и для того чтобы был эффект смещение лапок нам так и надо взять просто эти лапы и подвигать но допустим вот здесь в первом кадре у нас лапки вперед а во втором кадре мы немножечко их повернем переместим назад точнее ну вот так здесь придется немножко даже повернуть ой не попало так развернем и вот так немножко спрячем чуть-чуть развернем и спрячем и еще одну лапку давайте посмотрим раз 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 ну вот что то такое давайте сделаем скрипт наверное не совсем удачно я делаю так не попало видимо нам нужно больше костюмов но давайте проверим что делает наш код ничего не делает потому что я тороплюсь и взяла использовала блок не следующий костюм а следующий фон а нам надо следующий костюм и у нас получается что кот делает гимнастику какую-то да то есть явно не хватает нам костюмов но давайте посмотрим какие костюмы в моем проекте чтобы не мучить сейчас себя вот я открыла спрайт кота и смотрите как у нас должны двигаться лапки но обычно сначала допустим правая лапка вперед потом левая лапка вперед как это делают коты нужно посмотреть да как в какой последовательности они это делают но здесь я сделал очень просто я сделал еще один костюм где у нас по сравнению с первым вот правые две лапки ушли назад потом вернула их то есть тело в принципе копию первого костюма а на следующем четвертом у нас две левые лапки ушли назад и за счет этого включая вот он у нас так вот лапками двигает хотя наверное надо сделать еще больше костюмов это вам такое творческое домашнее задание попробуйте сделать так чтобы кот двигал лапками наиболее удачно чтобы это было похоже как настоящий код но давайте исправим нашу оплошность то есть мы сделали вроде бы все хорошо но слишком поторопились наш кот делает гимнастику никуда он не идет или хотя бы или такое ощущение что он что-то скребет но мы сможем этот костюм сейчас использовать следующим образом я его продублирую и вот этот продублирую то есть между и перемещу между костюмами вот у нас начальные потом у нас сдвигаются лапки назад опять начальные сдвигаются лапки назад и как мы в предыдущем примере посмотрели здесь нам нужно сделать на втором костюме чтобы сдвигались не все четыре лапы хотя бы только две поэтому вот эти вот две лапы нам нужно вернуть я сейчас попробую не пробовала до записи надеюсь что у меня получится смотрите я удаляю вот эту лапку я ее поворачивала и возьму с первого костюма я ее скопирую и ставлю и вот она вставилась ровно в то место в которое надо единственное что она ставилась сверху поэтому мы просто сместим на слои назад нажимаем назад тут много слоев потому что много объектов поэтому нужно несколько раз вот все лапка спряталась и сейчас вот эту лапку тоже я удалю потому что я ее сдвинула назад и точно так же я верну лапку вот эту копировать вставить это же назад видите как проявилась ухо потом мордочка и вот замечательно так давайте посмотрим раз два вот у нас уже две лапы ведут себя хорошо и теперь мы сдвинули левые лапы сейчас здесь у нас даже должны были сдвигаться правые лапы значит нам нужно вернуть на место левые поступаем точно так же копировать вставить назад и эту лапку тоже удаляем скопировать вставить и назад вот но давайте посмотрим ну вот уже какое-то ощущение что код наш двигается еще раз повторю вы сделаете я надеюсь лучше потому что конечно не двумя одновременно лапами двигает код но сейчас это не наша задача нам важно чтобы он двигался и нам нужно его повернуть он же у нас будет ползти вверх поэтому мы возьмем изменим ему направление вверх здесь этого достаточно здесь должна быть цифра 0 вот так мы ее введем и сместим вниз вот все наш код готов он теперь просто как будто бы идет осталось добавить второй спрайт и этот спрайт мы будем рисовать мы будем рисовать его векторном режиме вскрыть 3 0 автоматически у нас включен векторный режим и сначала нам нужно нарисовать дверь у меня даже есть заготовка заливки и контура принципе она меня вполне устраивает сейчас я сделаю такую прямоугольную дверь ну вот примерно так и обязательно нужно центрировать единственное что она не очень красиво имеет цвет нет никакого объема давайте добавим объем это делается с помощью заливки которая называется градиентная вот такая градиентная залит заливка есть два цвета вот мы можем сейчас заменить второй цвет на более темный вот получилось более объемная такая дверь здесь можно немножко поработать с цветами вот более коричневый такой я сделала и теперь делаем дорогу тоже рисуем прямоугольник я сделаю вот прям вот так второй прямоугольник можно было в принципе скопировать тот и сейчас нам нужно изменить его форму я немножко ушла далеко здесь у меня не получится это сделать наверное поэтому я сейчас делаю отмену и заново нарисую лучше потом мы уведем вниз так примерно так но вот здесь я немножко не попала можно выбрать и сделать немножечко шире напомню что здесь у нас не очень хорошо видно мы можем увеличивать вот так но если нам не хватает вот этого всего поля мы можем увеличить зажав клавишу control на клавиатуре и крутя колесико мыши мы увеличиваем окно браузера вот здесь вот я попала уже в окно редактирования спрайта нужно именно вне его вот так вот я увеличила и сейчас просто страничку пролеснул вот сейчас мне будет удобнее работать и теперь нам нужно изменить форму этой дороги каким образом мы берем инструмент изменения формы и смещаем просто две точки одно и второе вот у нас по законам перспективы которые мы рассмотрели в предыдущем уроке еще раз напомню обязательно посмотрите предыдущий урок чтобы вы понимали зачем мы так делаем мы сейчас просто используем уже знание которое у нас есть и я могу сейчас смело вытащить эти вот две точечки в самый самый низ настолько насколько это мне позволяет сделать редактор скретч но все больше не позволяет сожалению есть ограничение редактора которые так я тут уже слишком стараюсь ладно я думаю что у вас получится лучше вот я лишнюю точку добавила вот примерно так и когда нам не хватает возможности редактора продолжу мы конечно можем использовать какие-то другие графические редакторы и вот на сайте мы недавно разместили статью где есть ссылка на хороший графический редактор бесплатный в котором больше возможностей для того чтобы создавать красивые спрайты но для начинающих достаточно хороший редактор скретч тоже вполне чтобы сейчас вот этот масштаб вернуть к начальному значению я нажимаю комбинацию клавиш control и 0 цифра 0 на клавиатуре вот все теперь у меня все стало на свои места но наш этот объект почему-то занимает слишком много места во первых мы можем его разместить вот примерно так и закрывает нашего кота мы можем это эту проблему решить двумя способами в принципе нам нужно подвинуть кота но здесь никак это не получится потому что мы кота уже закрыли поэтому мы используем блок перейти на передний слой то есть наш код должен быть сверху вот я запустила он теперь на переднем слое все двигает лапками получилось и кота дорога одного цвета не очень хорошо давайте перекрасим возьмем заливку и сделаем цвет сплошной заливкой но немножечко темнее ну вот так пускай будет хотя бы видно кота все отлично вы можете сделать намного лучше тоже здесь использовать градиент например можем сделать тоже чтобы был эффект глубины здесь уже сделаем вертикальную такую градиентную заливку и уже изменим смотрите первый цвет значит нам нужно их поменять местами и первый цвет сделать не розовый не малиновый такой а сделать более темный вот так тоже получается такая глубина даль то есть вдали все более темное спереди мы лучше видим поэтому более светлая еще больше объема еще больше эффекта 3d об эффекте 3d тоже мы говорили в конце предыдущей части и сейчас мы его реализуем используя законы перспективы и законы света и тени и так осталось написать скрипт для вот этого объекта смещающейся двери выбираем когда щелкну по флажку это у нас будет происходить какое-то количество раз мы тоже это количество раз подберем и каждый раз вот этот спрайт у нас должен сдвигаться вниз поэтому в начале мы должны задать начальные координаты обязательно этого спрайта иначе у нас все сдвинется и надо будет вручную сдвигать спрайт а потом в цикле у нас изменяется вертикальная координата y значит мы берем изменить y и она у нас уменьшается потому что вверх увеличивается вниз уменьшается мы должны поставить здесь минус ну допустим давайте для простоты чтоб легче было считать минус 5 и вот раз меня и сдвинулась смотрим еще раз как-то очень быстро все-таки минус 5 многовато давайте минус 3 но и сейчас чтобы подобрать так чтобы код дошел до двери нам нужно просто количество итераций изменить но возможно 15 будет давайте посмотрим маловато значит 20 и нам нужно когда-то останавливаться чтобы код перестал двигать лапками мы это тоже добавим в принципе можно сделать следующую вещь здесь это просто мы можем использовать блок управление стоп все то есть когда вот этот цикл закончился мы все остановим и вот перестанет двигать с лапками вот еще раз и нужно сделать наверное медленнее все таки ну наверное 50 что мы еще не сделали как-то странно это все выглядит правда дверь приближается но она остается того же размера и эффект 3d у нас не происходит то есть вроде бы код двигается но очень выглядит это странно какая-то маленькая дверь правда то есть мы в цикле должны что еще делать мы должны изменять размер где у нас изменить размер вот изменить размер ну конечно точно не на 10 процентов давайте сначала поставим 3 хотя вот ну то там минус 2 и здесь 2 поставим давайте посмотрим что получится почти два даже многовато может быть даже один и немножечко нам нужно все таки чтобы код дольше шел потому что у нас дверь увеличивается надо чтобы до самой двери дошел мы хотим да мы ставим такую задачу поэтому здесь количество шагов цикла мы тоже увеличиваем если кто-то внимательно увидел тот скрипт который я показывала в начале возможно там другие цифры ссылку на тот проект я дам вы сможете проверить я даже не спит не пыталась их запомнить я делаю новый проект вот мой код подходит к двери вот такой вот эффект 3d использование законов перспективы и конечно еще раз повторю здесь стоит дорисовать что-то какой-то возможно просто абстрактный фон что были какие-то стены возможно не на не обязательно их перемещать и у нас будет уже интересная анимация как часто она используется сказать очень трудно но возможно в каких-то игровых локациях нам необходимо таким вот образом реализовать движение это тоже очень интересно и желаю всем успехов делайте свои творческие проекты придумываете анимацию делаете игры подписывайтесь на канал следите за объявлениями пишите комментарии в комментариях на сайте scratch или на нашем сайте scratch или нет потому что к сожалению на канале youtube для детского контента такой возможности не существует и до новых встреч и новых уроках